СТАЛКЕР ЗОВ ПРИПЯТИ Браток орал, что на него напала какая-то зараза. Псевдогигант. Так, тут я вижу зомбачок у нас, мил человек. Давайте мы его сейчас снимем. Вот, и этот где-то псевдогигант тут шастает. Я хотел бы посмотреть, что там стало с этого братка, во-первых. Или, если ему удалось завалить этого псевдогиганта, то посмотреть на него вблизи. Как-то я ни разу раньше их не видал. Так, мы с вами взяли патронов. Я как раз озаботился было тем, что у нас патронов мало. А в том, что такое валяется? Или что это такое? Или это кусты такие? Да, это у нас кусты. В общем, вот он красавчик, смотрите. Вот он красавец. Понравилось? Трое этаже. Ох, нифига себе, это что было? Он что, его отбил, что ли? Да ладно? Так, бежим. Бежим, что-то мне это не нравится. Еще раз бежим. И возьмем, пожалуй, давайте автоматик постреляем, да? Вот гад. Давай, давай, давай. Давай, 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 не стой на месте. Что-то какой-то он сложный, мне кажется. От братка там, я так уверен, ничего не осталось. Там, он куда-то туда поплыл. Я хочу все-таки его гранатами забросать. Если удастся, конечно же. Да когда же ты уже сдохнешь, гад? Вот гад. Так, ладно. Хватит играться. Ух, нифига себе. Что-то... Что-то сложное он, да, парень? Давайте мотать отсюда. Так, я бы еще бросил гранатку в него. Последнюю. Но, к сожалению. Так, тут тоже вот какая-то проблемка. Вау, офигеть. Бежим, бежим отсюда. Ну его нафиг. Там псевдогигант. Здесь у нас кровосос. Короче говоря, что-то сегодня прогулочка не задалась. Явно. Знаете, что я хотел бы сделать сейчас? Попытаться. Где-то тут дышит, вы слышите? Я надеюсь, он не сюда залез, нет? Иначе мне тут... Где он тут ходит? А, вон там. Попал. Попал в аномалию, но ему этого все равно мало, да? И вон тут ходит псевдогигант. Неубиваемый практически. Нифига себе, сколько гранат в него. Ну, правда, не в него так, не совсем в него. Засек кровососа на затоне. Да, он тут. Вот он где-то тут шастает. Я его не вижу. К сожалению. Не машет. Не машет, если здесь кровососа нет. Где-то поблизости. Вот тогда не машет. Ну, где он тут? Вот, я где-то тут слышу, он где-то шастает. Вот именно вот с этой стороны. Да отстань ты, в самом деле. И хотя бы раз показался, да, где-нибудь? Там, кстати, сталкера завалили. Да отстань ты в самом-то деле. Что ж ты не соображаешь, что ли, ничего? Ты же видишь, тут у нас проблемка намечается. Сейчас же сталкера выйдут и опять же попадут под этого, да, под кровососа. Где-то там дышит. Где-то там дышит. Кто его знает? Не видать нифига. В общем, ладно. Чего заскучали, мужики? Да, чего скучаете? Давайте спускайтесь вниз. Там вам сразу скука пропадет, я уверен. Если будет мало кровососа, там он этот, псевдогигант шастает. Танк какой-то прям буквально. Плюс еще он у нас в какие-то плоти, да? Короче говоря, местечко тут. Плюс вон я вижу собаки. Офигенно. Вот это здесь. Вот это мы с вами вышли. Так, что я бинокль не могу взять, нет? Не дают бинокль посмотреть даже. Потоптался по сталкеру, смотрите, да, поэтому и полез куда-то там непонятно куда. Я думал, они сейчас друг друга видят, нет? Ладно. Это все, конечно же, здорово. Давайте мы заскочим сейчас, во-первых, к доктору. К доктору. А доктора-то и нет. Ты не знаешь, где доктор? Похоже, нет. Похоже, не знает. Ладно. Таким голосом. Давайте взглянем, что у нас есть на продаже, во-первых. Или что-нибудь, может быть, чейзер, да? Выложить урон 70. Чейзер и вот этот вот пистолетик мы с вами положим сейчас в наш сундучок сталкерам, пускай. И, пожалуй, вот этот вот детектор-медведь. Хотя, я помню, кажется, их надо было где-то насобирать. Или медведей, или вот этих вот, или велесов. Кто-то мне говорил, что где-то они понадобятся. Так, тут у меня, конечно, хлама. Будь здоров. Нужно будет как-то на выходных заняться. Хламем разным, да? Так, у нас патроны. Раз, два. Хорошо. Здесь тоже самое неплохо. Вот эти, кстати, патрончики мы с вами будем экономить. Кто-то таки сдох, да? Похоже. Вляпался он. В аномалию. Так, водочку выложим. Это выложим. Что-то у нас четыре аптечки. Ну, пускай. Как мы с вами знаем, что аптечки... Так, патроны продадим. Сразу же я даже не буду их выкладывать. Барвинок. Заживление ран. Тоже, я думаю, 10 штук нам не надо. Вот это вот понадобится 100%. Ну, и бинтов. Так, штучки три. Вот, хорошо. Хорошо, да хорошо, да ничего хорошего. Позорно как-то мы с вами оттуда убегали. От этого псевдогиганта выбросали в него сколько гранат, а ему хоть бы хны. А, кстати, вот нужно будет выложить. Мамины бусы, которые мы с вами подняли в котле. Радиация плюс один, максимальный вес, заживление ран. Хорошая штука. Ночная звезда, максимальный вес плюс пять, пускай пока у нас будет. И где-то тут у нас, насколько я знаю, был еще один артефакт, который пси-защиту давал. Вот он. Возьмем. Так, возможно, мы с вами поменяем вот эту вот штуку. Не знаю. Я бы наведался... Все-таки я хотел бы вот этого псевдогиганта сейчас завалить. Граната F1. Давайте вот мы возьмем их, да? Да и вот эти тоже. Все гранаты возьмем, что экономили. Так, тут у нас, как мы сказали, патроны есть. И для этого, и для этого, пожалуй, патроны. Это у нас армейский патрон с повышенной пробиваемостью. А это бронебойный сердечник. Эффективен против бронежилетов. Ладно, пускай. Так, избегаем сейчас, посмотрим. Здравствуй, попутного ветра. Попутного ветра звучит как-то так, да? Когда в спину говорят, попутного тебе ветра. Типа, иди ты в баню. Так, тут я вот вижу сталкера. Это хорошо. Ты оружие-то опусти, мужик. Ты что, дурачок, что ли? Тут где-то кровосос, то ли сдох, то ли нет. Он говорит, мне оружие опусти. Там вон эта плоть шастает. Псевдогигант, да, куча плотей. Ужасные крики на затоне около Скадовска. Обходите то место стороной. Да уж. Где-то что-то я слышал. Вон он, красавчик. Жрет кого-то. Опять. Так. Как бы вот так вот, если бы его, да? Ну, наконец-то, сдох. Отлично. Так даже, я думаю, можно сохранить на всякий случай. Это что? Это от него так плющит, что ли? Да. Эй, народ! Я тут хочу пошмонать. Так, мужик. Чего ж там у тебя? Да, чего там у него? Возьмем. У этого чего? Тоже возьмем. Пистолет, автомат. Берем. Это вообще у нас, смотрите, крутой, да? Какой-то сталкер. Так, не забываем. Тут у нас где-то еще плоти шастали. Может быть, как никого не видать, но это такое дело. Сейчас не видать, а завтра, вернее, через секунду уже видать. Уже съели. Военные склады, выброс. Опять. Понятно. Так, посмотрим, мы там что-то взяли, какой-то кожаная курточка, понятно. Что одна, что вторая. Фигня. Зато вот дедовский дробовичок 95. А вот мы еще что с вами взяли бронекостюм Рейдер. Но как-то он, смотрите, похуже того, что у нас с вами есть. Вот броня чуть-чуть, да, повыше. Комбинезон Заря получше будет. Хотя этот как-то солиднее выглядит, мне кажется. Зато здесь вот минимальный переносимый вес 72, максимально 82. А здесь 65 и 55, хотя бы уже из-за этого. Зато контейнеров здесь нет. Пулестойкость 40%, а здесь у нас 10%. Ну, даже не знаю, ни одного контейнера нет, это хреново. Нет, короче говоря, мы будем продавать. И я так вижу, что уже пора возвращаться. Вот 64 килограмма мы с вами таскаем. Собственно, да, мы можем сейчас где-то тут у нас вот максимальный вес плюс 5. Добавить сюда. Но все равно это нас практически не спасает. В общем, самое главное, что завалили мы этого мужика. Бронетранспортер какой-то, танк буквально. Это что за звук? На затоне. И где-то там, как вы помните, также братки, которые там о помощи звали. Вон там где-то валяются. Но понятное дело, что сейчас туда бежать уже смысла особого нет. Что так потемнело? Как-то нехорошо как-то так. И где-то здесь я хотел все-таки посмотреть. Кровосос должен был бы быть дохлый. Вот он. Мне казалось, что он попал вот в эту аномалию. Но что-то никого тут не видать. Может, его пристрелил. Или, может быть, с той стороны у нас еще одна аномалия есть. Может, он туда попал. Ладно. Нет, и хорошо. Я, знаете, как-то не напрягаюсь по поводу того, что не я его убил. Здравствуй, сталкер. Здорово. Не поверишь, я только что в одиночку псевдогиганта завалил. Так, выложим. Мы с вами денежек получили, кстати, да, немножко еще. Так, а это что я не видел? 80 обрез. Обрез, но у него емкость только 2. И все. Автомат совсем сломался. Вот почему он сдох. Да, что у нас тут? Ну, 42. Это точно такое, как и у нас с вами. Так, вот. Сломанный пистолет тоже сюда пойдет. Хотя нет, почему сюда? Пускай это мы с вами на разбор пустим. Вот. Это мы сейчас продадим. Может быть, кому нужна вот эта вот кожаная курточка, но пускай. Пускай берут. Вот так. Сбегаем к кардану. Кардану. Учитель, который сыграет и учиться не хотят. Кина американское насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии. Он тебе про хаба. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Паха, кишки по ветками разбросает. здорово принес тебя бесхозного ну я рад что тебя уже 16 у нас но чтобы получить ачивку как вы помните нам нужно 80 притащить это еще таскать да таскать что есть что-то новое ты не поверишь разрядить и разрядить посмотрим будет он ли вы брать или нет если не будет то опять же сложим свой ящик для сталкеров так все да вроде бы пускай забирают так это он не берет вот это берет хорошо дальше у нас два детектора медведь детектор вот клик ford 28 продаем нам дар мне нужен вот это тоже продаем ну и собственно так что тут больше вроде бы как ничего на патроны жекан для охоты на крупных животных но подходит и для других целей его тяжелая пуля не пробивает а фактически продавливает не знаю давайте продадим вот это вот какие-то простенькие у нас патрончики тем более что у нас там целая куча их то же самое на мороз как говорится вот и собственно все и того тысячу рубликов мы с вами подняли я хочу 10000 заработать кстати это чё у нас такое тут было комбинезон села 42 тысячи и во всем он конечно же превосходит наш драный комбинезон абсолютно во всем но 42 тысячи это точно такое как у нас да и и это даже лучше как такое может быть а что тут у него еще есть интересного это чё такое а это что такое прицел сау какой-то да круто круто бандитская курточка гашение удара вот как может быть курточка гасить удар лучше чем у нас комбинезон заря но тем не менее ладно пока что я ничего не хочу покупать я хочу немножко под заработать денежек все таки до 10000 на депозит положить так я еще хотел вот сюда выложить чтобы пока мы сами там бегали как горится сад солдат спит а служба идет денежки нам сами уже капали так вы хочу там исчезновение сталкеров встретиться с глухарем задание обновлено ну давайте это он вернулся назад что-то где разузнать где глухар из кого ну давайте поспрашиваем ну сталкер еще сильнее нажал это не ко мне за старшим говорит да нету старшего свалил он уже сдавил так чтоб прям по руке потекло слушает тебя с этом я не хочу говорить слышишь тут это у султана короче разоворки есть Сахаров передал инфу что будет выброс сегодня каждый день он передает инфу но вот уже два дня не было ни одного выброса так хочу тебя кое о чем спросить спрашивай кто бы мог предложить работу что-нибудь в зоне ладно забудь и насчет иного дела об упавших вертолетах не встречал сталкера по кличке сорока где в окрестностях можно найти инструменты кстати что лезть зону вот за этим стоит да да мне не нужны особо радиоактивные молоток и пассатижи это кардану нужны они вроде бы как чем ты торгуешь тут приторговываешь может я что-нибудь продать стандартный патрон малоэффективен против бронежилетов вот он как говорится подписал себе однако малоэффективен то же самое продать так у кого же мы сами можем узнать где же нам найти этого самого глухаря разузнать где глухарь где-то тут мы сами должны все завязывать просечь может у бороды едва ли но здорово привет я ищу глухаря мы должны были здесь встретиться глухарь оставил для тебя информацию сказал что пойдет портовым краном он знал что-то новое о пропавших сталкерах ну хорошо хорошо борода найдешь артефакты заглядывай посмотрим сейчас выглянем нас опять пугает тут с вами выбросом на но вроде бы как портовые краны вот они смотрите рядом буквально давайте сохраним на всякий случай так последнее сохранение сохранить игру куда-нибудь вот сюда мало ли чего мы тут сами еще встретим по пути к этим самым портовым краном чего или кого еще один вот такой вот псевдогигант и я так думаю что ни гранат у нас не хватит ни патронов только как говорится бери руки в ноги до мотай со всех сил пока жив так он и вижу аномалия вот еще одна кажется да или это воздух так поднимается что искажает портовые экраны эти самые вы вроде бы как сами там гуляли помните там кто-то там попал смотрите сдуру кого ж там занесло то надеюсь не глухаря было бы печально похоже глухаря смотрите да нет всегда собака попала хорошо он еще одна да тут вы только взгляните настоящий рай аномальный какой-то ну как предлагаете мне туда пробраться вообще есть ли смысл так если вот так пройдут до и здесь что-то я не наблюдаю глухаря собака 1 собака 2 куча аномалий еще где-то кто-то там попадал да только что вы слышали может где-то здесь упал собак и съели странно тем более что внизу вот вы видите да тут собственно прятаться то негде да и наверх или залезть наверх опа не выбросли это товарищи связь перервана так все понятно короче валим отсюда я бы с удовольствием с глухарем тут перетер бы но пожалуй нужно бежать как можно скорее как-то нет у меня желания наблюдать за выбросом на открытой местности несмотря на то что какие-то там таблетки есть выброс найти укрытие да не соврали смотрите да не соврали ученые здравствуй ну удачи тебе офигенно я конечно когда-нибудь все-таки поэкспериментирую и приму эти таблетки да посмотрю за выбросом снаружи но это я чувствую будет последнее что я увижу но здесь нифига не видать в эту дырдочку в эту щель ладно в общем я так думаю что мы пойдем с вами к этому глухарю я надеюсь он где-нибудь найдет там укрытие смотрите как трясет мне кажется что это только настоящие уже такие ветераны сталкеры могут спокойно себя чувствовать когда идет выброс вот все трясется гудит что-то там творится непонятное на улице мне кажется что нужно забиться где-нибудь вот здесь вот под кровать да залезть накрыться матрасом сверху или сжать шоколадку посасывая офигенно не хотел бы нет не хотел бы я ни в коем случае оказаться наверху посмотрите смотрите что творится вот она волна пошла да здорово ну что прошел выброс или нет или это он волнами как-то идет короче говоря я думаю что на этом мы с вами будем прощаться будем надеяться что глухарь выжил и мы обязательно да это волнами идет вот вторая пошла выходить опасно но тем не менее смотрите так ничего себя чувствует так шастает так да это было напрасно это я напрасно сделал естественно да уж бывает жизни огорчение ну что же будем знать что даже вот при открытых дверях вроде бы да ну по идее оно так и должно было быть меня сбил тот паренек который зашел да и то что мы с вами в щель смотрели без всяких как говорится последствий в общем сохранение было перед тем как мы с вами ходили глухарю поэтому я уж пережду теперь этот выброс здесь и мы пойдем с вами после выброса тем более что у нас будут кое-какие артефакты но новенькие да появятся должны после выброса ну и мутантов там тоже добавится в общем будем будет чем нам с вами еще заняться на этом я с вами прощаюсь всем спасибо кто смотрел всем пока 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 пока